Подводя я предварительные итоги сезона, что можете отметить позитивного, что негативное, что удивило, что наоборот вас расстроило? Во многих городах катастрофически мало болельщиков, но при этом существует в настоящий момент этот феномен, допустим, ФНЛ, это Тульский Арсенал, где не было практически 10 лет большого футбола, и при этом ничто не мешает иметь среднепосещаемость матча. Матчей Тульского Арсенала больше 10 тысяч. Матчей сезона, который у нас состоялся, было практически 17 тысяч. Поэтому, наверное, это как раз пример того, что правильного подхода клуба к работе с болельщиками. Мордовия победители ФНЛ. Что можете сказать об этом клубе? Отметите, может быть, кого-то из футболистов довольны ли вообще уровнем? Очень своеобразная команда, на самом деле. Реально. Потому что без всяких громких заявлений, без истерики, совершенно спокойно команда, вернувшись из Премьер-лиги, потихонечку эту свою задачу решила. То есть при этом, в том числе, наверное, болельщики мордовские и руководители клуба отметили, что, в принципе, в весенней части Мордовия не так ярко выглядела, как в осенней части. Поэтому я думаю, что все прекрасно понимают, что для Премьер-лиги им необходимо усиливаться или как-то перестраиваться. Я могу отметить работу менеджмента и презента клуба, естественно, и вообще работу именно мордовского футбола, то, что это истинные профессионалы, которые спокойно делают свое дело. Хотел поговорить о потолке зарплат. Какая будет минимальная, максимальная граница? Может быть, это избавит от банкротства клуба? Сейчас, в том числе и с проблемами, которые были, в частности, в Алане и в Белгороде, сами клубы как бы сформировали позицию, что, наверное, не ограничение, не потолок зарплаты в чистом виде, а именно финансовое регулирование, финансовый регламент, где мы обозначаем максимально, что возможно. То есть, опять же, эта инициатива идет не от меня, а клад. То есть, не считая премиальных, не считая... Я понимаю, чисто... Это 300 тысяч рублей. Это действительно так. Сейчас вот дурацкий вопрос. В месяц или в год? В месяц. В месяц. Максимальный доход, в нынешнем виде сейчас принято решение, он должен быть не более 10 миллионов в год. Судьба второй путевки решилась между парой Арсенала и Торпеды. Что можете сказать об этой игре, о эмоциях? Арсенал и Торпеды, наверное, стоят друг друга. То есть, это два достойных коллектива, с учетом, в первую очередь, исторических историй, допустим, Торпеды. Мне очень приятно, что все-таки этот клуб сложный, так сказать, на протяжении большого времени очень пытается реанимироваться с огромными проблемами. Во-первых, со стадионом, да, что мы не играем здесь. Все знают о серьезных проблемах между менеджментом и болельщиками. Но все равно вызывает уважение, что люди пытаются возродить Торпеды, то, которое помнят все, многие. Что касается Арсенала, безусловно, мне очень радостно отметить тот факт, что Дима Леничев, наш удающийся футболист, нашел себя в этом клубе, в этой истории. И на самом деле, я уверен практически, что это только начало его тренерского пути.